Детский парк собрал юных участников дорожного движения и их родителей. В преддверии учебного года здесь прошла акция ГАИ. Это не случайно, ведь период завершения летних каникул и начало нового школьного сезона характеризуется повышенным риском ДТП. Дети активно начинают возвращаться уже кто-то от бабушки с дедушкой, кто-то с отдыха в город. Вспоминаем с ними правила дорожного движения, как переходить дорогу, спешиваться с велосипеда, напоминаем о том, что нужно при переходе проезжей части. Также дети идут в школу, на них должен быть обязательно фликер. С начала года на территории Могилевской области с участием несовершеннолетних произошло 26 ДТП. Один подросток погиб, 25 получили травмы. В целях повышения детской безопасности в автогородке состоялась викторина на знании правил дорожного движения. Инспектор Александра Дотик напомнила ребятам о действиях при переходе улиц и объяснила, соблюдение необходимых инструкций позволит избежать травм. В завершении акции дети получили приятные подарки – расписание уроков, ручки и фликеры. Нельзя идти на красный свет, нельзя ходить не по зебре, просто по дороге. Если катаешься на велике, то надо с велика съехать и потом везти его по пешеходному переходу вот так. Когда переходишь, надо сначала посмотреть направо, а потом налево. Если вот не делать эти действия, то к чему это может приводить? Это может привести к аварии. Перед началом школьных занятий особое внимание сотрудников ГАИ сосредоточено на проведении профилактической работы не только с детьми, но и с их родителями. Так, по 24 августа в республике проводится акция «Маленький пассажир. Большая ответственность». В рамках этого инспекторы провели рейд на дорогах Бобруйска. Правоохранители проверяли наличие в автомашинах горожан специальных устройств для перевозки детей. Это неукоснительно и позволяет более надежно зафиксировать детей в автомобиле при помощи детского удерживающего кресла. С начала года в Бобруйске зафиксировано 394 случая, связанных с отсутствием детских удерживающих устройств. Во время нашей проверки за полтора часа инспекторы выявили трех нарушителей, которые были привлечены к административной ответственности. Перевозка детей без использования специальных детских удерживающих устройств предусмотрена административная ответственность до четырех базовых величин. За повторное нарушение в течение года за такое же нарушение предусмотрена административная ответственность от двух до восьми базовых величин. Взрослым, которые нарушили правила, были вручены памятки с подробной инструкцией, как оборудовать свой транспорт для того, чтобы любимые чада не пострадали в дороге. Теперь будем относиться более внимательно. Так получилось. Нет, есть дома стоит. Выложили. Думаете, ездим, купим школьную форму быстренько. Съездили, купили. То есть просто выложили, да? Да, выложили. Ну, в другом автомобиле остался. А здесь, ну, наука. К слову, с 25 августа по 5 сентября в республике будет проводиться еще одно специальное комплексное мероприятие «Внимание, дети!». В этот период водители обязаны двигаться в светлое время суток с включенным ближним светом фар. За невыполнение требований предусмотрен штраф до двух базовых величин. Людмила Любимцева, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. Субтитры создавал DimaTorzok